привет второе видео по созданию рыцарских доспехов сегодня создаем задний панцирь все материалы как обычно в телеграм-канале видео также дублируются на youtube и дзен если вдруг что-то произойдет с ютюбом и так по тому же образу и подобию что и с передним панцирем маскируем заднюю часть делаем экстракт акцепт соло снимаем маску далее за ремешер health адапт убираем несколько раз нажимаю на ремеш чтобы получить допустим вот такую топологию здесь обязательно включить симметрию чтобы сетка у нас было симметрично относительно своего центра так топология тоже неплохая принципе но попробуем сделать этот и допустим оставим так так далее нужно допустим сделать polish by features in flat немножечко распушить нашу заготовочку дальше берем of и начинаем создавать форму обязательно симметрию не забываем включать немного поднимаю с шифтом прохожусь чтобы избавиться скажем так вот базовой анатомии на этой заготовке через зальт немножечко распушиваю кисточкой move так смотрю по силуэту края думаю сделать немножко немножко заостренными здесь с маленькой кисточкой move двигаем вертексы по одному так потом увеличиваем кисть и немного поднимаю чтобы у нас потом эти две части сошлись по ремням каким-нибудь ремням будем делать какие-то ремни соединения придумывать так вот у нас получилось база немножечко правим форму чтобы она была более гармоничная без каких-то резких переходов может включить для удобства дабл чтобы отображалась обратная часть чтобы было понятно насколько далеко у нас основа скажем так подходит от манекена так вроде базовая форма у нас базовая форма налажена настроена здесь можно сделать немножечко вот что чтобы было с образная такая форма гармонично так далее что еще можно сделать вот этот вот скажем так вот это ребро как его можно сделать включая маск лассо маскирую нижнюю часть боковые вертексы далее инфлетом вытягиваю не замаскированную часть шифтом слегка прохожусь здесь снизу чтобы вернуть ее назад эту часть так ну и естественно вот этот вертекс который у нас тут немножечко поднялся сальтом я его поправлю вниз чтобы вот так далеко у нас не уходил так а здесь тоже самое сниму маску вот у нас здесь получается вот этот вот бугорок заостренный так 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 немного пройдусь шифтом разглажу так базовая форма готова нет пределу совершенства можно поправлять до бесконечности zmodeller наводим на полигон правая кнопка extrude all polygons создаем толщину так здесь немножечко у меня уехал вертекс на пределу совершенства нет можно это делать до бесконечности zmodeller задаем толщину включаем double flip так дальше наводим на появившуюся полигруппу extrude polygroup all задаем бортик так далее наводим опять на полигруппу polygroup polyloop перекрашиваем другой цвет это нужно чтобы с этой стороны у нас не произошел extrude и чтобы когда мы будем вытаскивать здесь допустим вот эту полигруппу чтобы эта полигруппа у нас не выдавилась поэтому делаем здесь отдельную полигруппу правая кнопка extrude polygroup all вытягиваем здесь небольшой бортик включаем дайна мэш смотрим что получилось у нас получается вот подобный щиток здесь можно смув прибавить посильнее так и осталось только нам сделать небольшие кризы так кризы на внешнем бортике я делать не буду чтобы он был такой более-менее ну скажем более скругленный если я здесь сделаю кризы то будут такие жесткие границы но не хотелось бы экспериментируйте как вам кажется лучше для вашей работы а включая 5d модели отключу динамический subdiv наведу на edge правая кнопка крис крис edge polyloop complete edge loop complete сделаю здесь крис dynamic и опять же регулируя крис левел сделаю здесь крис таким каким мне хочется так возьму move здесь немного подправлю форму так троечка чтобы был более сглажен эта форма с шифтом еще подправлю снизу так хочется мне еще вот эти части сделать более скажем так острыми так dynamic subdiv easy моделлер наведу на edge крис один по одному сейчас будем кризить этот 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 и вот этот естественно я не забываю про симметрию для того чтобы не выполнять двойную работу здесь 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 dynamic и вот у нас этот edge немножечко теперь такой скажем острую форму имеет немножечко сгладим до второго subdiv так кажется я здесь переборщил с крисами или не доборщил сейчас посмотрим да берем еще вот этот внутренний и здесь тоже самое этот внутренний edge кризим так накидываем материал в моем случае это металл мркб fill object basic material возвращаем и смотрим как у нас выглядит задний щиток опять же напоминаю что это базовая модель то есть пока сильно заморачиваться по поводу ее формы нет никакого смысла потом она может измениться в процессе и далее просто правим саму форму делаем ее делаем ее ближе так ну и здесь тоже скажем так пределу совершенства нет можно до бесконечности править эту базовую форму все дополнительные материал все дополнительные материалы как я уже сказал можно будет найти в телеграм канале этот тул с вот этими щитками я тоже выложу с прикрепленным видео а на сегодня все спасибо за внимание до встречи в следующих уроках